И вот на той исторической 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана присутствовал журналист и публицист Олег Панфилов. Он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Панфилов. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, вот в момент, когда ему Мали Рахмона избрали, ну фактически, главой республики, вы думали или представляли, что он будет править так долго страной? Здравствуйте. Главное, что я предполагал, это был переворот, российско-узбекский переворот, потому что тогда две страны объединились, Ислам Каримов и Борис Ельцин решили, что надо Таджикистан приструнить, потому что в Таджикистане слишком много было демократии. В Таджикистане было огромное количество независимой прессы, в Таджикистане было зарегистрировано 16 политических партий. И, конечно же, для России, в первую очередь, которая мечтала о восстановлении Советского Союза, или, по крайней мере, той постимперской территории, которая бы все-таки контролировалась Россией. Но и у Узбекистана, по всей видимости, были такие исторические фантомные боли. Ну, я имею в виду, прежде всего, то, что когда-то Российская империя разрушила, была и территория нынешнего Таджикистана. Ну, и, конечно, несколько лет Узбекская ССР, в составе которой была таджикская автономия. Ну, и, конечно же, у Ислама Каримова были свои другие цели. Он, скорее всего, считал, что Узбекистан должен стать центром геополитики Центральной Азии. И вот на этой сессии в Арбобе, в Доме культуры колхоза имени Урумхаджаева, было три кольца оцепления. Стояли солдаты внутренних войск узбекской армии, были БТРы, они были вооружены автоматами. И вот на этой сессии произошел этот переворот, который курировал посол России в Таджикистане, Мячеслав Сенкевич, человек вечно пьющий. И он был доволен тем, что поменялась сама структура власти, потому что практически все 70 лет советской власти Таджикистаном провели выходцы с северного региона, из Ленин-Абадской области, но они решили переиграть. Тогда появился вот этот вот директор самого бедного совхоза имени Лейна, ему Малира Конов, который в политике совершенно не имел никакого опыта, кроме того, что он был просто обычным депутатом Верховного совета Таджикистана. Но вот сейчас, спустя время, мы знаем о воспоминаниях полковника Клочкова, который рассказывает о том, как они выбирали вот этого нового лидера, как они до сих пор называют ему Малишкой. Вот так вот появилась новая власть. Господин Пафилов, а когда, по вашему мнению, Мали Рахмон уйдет на покой? Можно ли ожидать эксцессов во время транзита власти? Вот сейчас очень много идет разговоров о том, что он может передать свой пост. В Таджикистане нет собственной политики. Там разогнали всю оппозицию. Запрещена ведущая оппозиционная партия, партия Исламского возрождения. Другие партии, это так, карманные, которые слушают то, что говорит ему Мали Рахмон. Все зависит от того, что скажет Москва, что скажет Путин и какую они задачу ставят перед собой в отношении Таджикистана. Мне кажется, что сейчас в связи с войной в Украине и резко упадшим имиджем России как страны-миротворца, мне кажется, что-то должно изменяться. Но поскольку за 30 лет... Господин Памфилов, у нас прерывается, к сожалению, власть, к сожалению, связь. Господин Памфилов, вы нас слышите? Да, я слышу вас. Вы можете продолжать свои мысли. Да, если что-то произойдет, то это, скорее всего, произойдет передача власти сыну. Ну, сын, который будет делать все, что захочет его отец и захочет окружение отца, все ближайшие родственники, которые имеют министерские посты или посты каких-нибудь финансовых и правительственных структур. Господин Памфилов, а вот сможет ли сын Рахмона, Рустам Имамалий, ну вот как самый очевидный кандидат на пост президента, править Таджикистаном так же долго, как его отец? Что вы об этом думаете? Ну, опять-таки, повторяю, это зависит от того, как будет к этому относиться Россия в первую очередь, потому что в Таджикистане нет политики. И поэтому все зависит от того, насколько Россия будет помогать финансово и геополитически, потому что участие Таджикистана в ОДКБ, в ШОСе и во всевозможных структурах – это с подачи России. Так что у Таджикистана, как у страны самостоятельной, нет никаких перспектив стать, ну, по крайней мере, игроком в геополитическом смысле, хотя бы вот на территории Азии. Все зависит от России. Господин Памфилов, вот вы в начале нашей беседы сказали, что в то время в Таджикистане было действительно очень много свободы. Скажите, пожалуйста, вот депутаты, которые проголосовали тогда за Рахмона, были ли свободны в своем выборе, в своем волеизъявлении? Если можно, коротко, пожалуйста. Ну, есть такое понятие, вам это известно, махал гори. То есть это местничество. Так что часть депутатов, во-первых, были рады, что выбрали земляка, другая часть депутатов считала, что это спасет Таджикистан от демократии. И, как сказал Сангак Сафаров, этот криминальный авторитет, который и начал войну в Таджикистане, он сказал, что мы разберемся с этой демократическим мразью в Таджикистане и доберемся до Москвы. Большое спасибо, Олег Памфилов, политический обозреватель. Спасибо за ваши воспоминания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok